Правительство планирует внести в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы для ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ. Инициативу планируется внести на рассмотрение в Нижнюю палату парламента в сентябре 2020 года. Поправку готовы поддержать как в профильном комитете Госдумы, так и во всех фракциях, поскольку сейчас в жилищном кодексе нет отдельной строчки штрафов для ресурсоснабжающих организаций. Пока проект дорабатывается и устанавливаются суммы штрафов, в комитете по тарифам напоминают. Процент повышения может варьироваться в зависимости от региона. Как будет меняться система платежей и насколько в этом году вырастут услуги ЖКХ, изучала моя коллега Галина Григорян. Галина, добрый вечер. Произойдет ли повышение и за какие ресурсы нам придется платить больше? Да, Лена, изменения будут. Ежегодная индексация произойдет 1 июля. Цены на энергоресурсы возрастут. Если сейчас жители Владикавказа платят 4 рубля 6 копеек за 1 киловатт электроэнергии, то с 1 июля услуга подорожает на 19 копеек. Для сельских жителей на 13 копеек в Республиканском комитете по тарифам рассказали и об оплате за воду. Действительно оказывается, что счета завышены и мы воздействуем на ресурсоснабжающие организации. У нас есть возможность, у нас и контроль надзорные функции. Мы выполняем в части надзора над этими организациями в части правильности применения цен тарифов, которые мы установили. Поэтому граждане могут спокойно к нам обращаться в региональную службу по тарифам и мы всегда рады и готовы помочь. А как вам будет это? Ну, написать заявление, приложить квитанции, приложить счета, те, которые им направлены. И если они считают, что это там какие-то завышенные цены или завышенные суммы. А вот за переработку твердых коммунальных отходов платить жители Республики будут меньше. Что касается водоснабжения и водоотведения, то здесь нам удалось сдержать тарифы. И практически во всех районах тарифы не изменятся весь год. То есть весь год будет на том же уровне, как и с 1 января. То есть 1 января тарифы не изменяются, соответственно, на водоснабжение и водоотведение тарифы в районах будут на том же уровне. Рост планируется на водоснабжение и водоотведение только в городе Владикавказе и в городе Беслане. А теперь о социальных статьях. Граждане, которые не могут оплачивать услуги в полном объеме, имеют право на рассрочку. По словам Алана Кумаритова, для этого нужно написать заявление в ресурсоснабжающие организации. Специалисты также советуют контролировать счета и квитанции. Случаются ошибки и могут прислать завышенный счет или перепутать лицевые счета. По словам Алана Кумаритова, в минувшем году количество обращений по завышенным счетам за коммунальные услуги увеличилось в два раза. По тарифу, связанному с обращением с твердыми коммунальными отходами, у нас тариф установлен в размере 303 рублей за один кубический метр. По сравнению с прошлым годом, у нас снижение на 3 рубля. То есть, если вы помните, 306 рублей у нас было в прошлом году, но это было без НДС. Соответственно, на величину НДС также тариф снизился. То есть, снижение более 20%. Что касается тарифов на газ, в комитете пояснили, что они еще не утверждены. Если будут изменения, о них сообщат.